И снова здравствуйте, дорогие телезрители! И снова с вами Игра Думай, Знай, Познавай, Супер Блиц! И мы снова выходим на улицы нашего города для того, чтобы задать 5 коротких вопросов и дать жителям нашего города выиграть Кубок Видное ТВ. Ну что, поехали! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Максим. Сегодня мы играем с Максимом. Итак, Максим, первый вопрос. Как немецкое командование назвало операцию по молниеносному захвату Москвы? Вариант ответов. Тайфун, смерч, ураган. Мне кажется, смерч. Смерч? Да. А почему смерч? По молниеносному, да? Какие там еще есть варианты ответа? Смерч, ураган и тайфун. Да, это тайфун. Тайфун. А почему тайфун? Ну, не знаю. Нравится, да? Нравится, да. Понятно. А на сколько баллов оцениваете? На 5 давайте. На 5. Это правильно. Это тайфун. Держи 5 баллов. Второй вопрос. Курсанты из какого города прославились при обороне Ильинских рубежей? Это подмосковный город. Недалеко от видного находятся. Курсанты. 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 Это в училище. А есть варианты ответов? Варианты ответов? Ну, хорошо. Домодедово, Кашира или Подольск? Подольск. Подольск. То есть подольские курсанты? Каширские. Или Каширские курсанты? А какие еще? Можно Домодедовские. Или Подольские? Давайте Подольские. Может Каширские? А может Домодедовские? Или все-таки Подольские? Ну, все-таки Домодедовские. Домодедовские? Да. А может Подольские? Нет, Домодедовские. Нет, Домодедовские. Насколько уверены? На 2 балла. На 2 балла. Правильно идут Подольские курсанты. Третий вопрос. На какую группу армии была возложена задача по молниеносному захвату Москвы в 10-12-недельный срок? Вариант ответа сразу же. Нет? Никак? Без вариантов ответов нет, да? Нет, никак. Ну, хорошо. Юг, центр или север? Юг, центр или север? Север. Север. То есть у нас Москва четко на севере, и группа армии север отправили. Север, центр или юг? Юг. Юг. Отлично. То есть Москва у нас на юге, да? Центр. Центр. То есть Москва по центру? Да. По центру? Да. Прямо если мы сейчас возьмем Российскую Федерацию, Москва четко по центру будет, да? Ну, не совсем. Ну, не совсем. То есть не север, да? Север не нравится? Юг не нравится? Именно центр? Именно центр. Именно центр. А на сколько оцениваешь? На три балла. На три балла. Это группа армии центр? Правильно. Четвертый вопрос. Эти 28 героев более чем на четыре часа задержали прорыв немецкой танковой группы немцев к Москве ценой невероятных усилий, самоотверженности и своих собственных жизней. 28 героев и фамилия. По фамилии их называют одного человека. На П начинается. Петров? Петров. Не, не Петров. И не Сидоров даже. Ну. Мы даже еще не проходили. Проходили. Нет такого. 28 героев. По фамилии командира их называли. 28. Все там ответы. Нет ответа. Ну что ж, их называли 28 героев-панфиловцев. Последний вопрос, пятый. На какие три этапа принято разделять битву за Москву? Первый из них – оборонительный. Второй – контрнаступательный. А какой третий? Оборонительный. Представьте, оборонялись. Было тяжело. Опять-таки, 28 героев-панфиловцев. Потом советское командование перешло в контрнаступление. И последний завершающий этап, когда погнали. Атаковали. Атаковали. Ну, атаковали, ну так. Защиту. Защита. Ну, вот они уже отзащищались. Оборонительный. Потом контрнаступление было. А потом, после контрнаступления… Отбой. Отбой. Тоже вариант. Отбой. Все, что, Москву отбили, да? А все остальное, Советский Союз, Россию, Матушку, оставляем германских войскам. Правильно? Дальше пошли. Дальше пошли. А как это у нас пошло, называется? Дальше. Вот мы их и… Дальше, да? Вот после контрнаступления. Что у нас может быть? Вариант ответа есть? Вариант ответа? Ну, я так уже тебе сказал. Ну, смотри, вот мы отобронялись, да? Ну. Была оборона Москвы. Потом было контрнаступление. И вот уже после контрнаступления пошло, когда мы отогнали на 150-250 километров от Москвы. Что? Как мы это назовем? Мне кажется, что… Обход. 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 Ну, правильно. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. То есть обошли их со стороны, да? Граница и в котле уничтожили. Подумай. Ну, если оборонительный, контрнаступление, и потом какое у нас может быть? Это засада. Засада. Ну, конечно, это не засада. Правильный ответ таков. Оборонительный, контрнаступательный и наступательный. То есть наступление. Погнали дальше от границ. Потом, конечно, был еще Сталинград, но все равно оборона Москвы делится на три этапа. Оборонительный этап, контрнаступление и наступление. Итак, у нас 8 баллов. К сожалению, 8 баллов недостаточно для кубка, но за участие в игре «Думай, знай, познавай, супер Блиц» ты получаешь вот такой вот браслет. Носи, гордись им. Покажи, пожалуйста, нашим телезрителям. Спасибо за участие. Рад был провести для тебя игру. Спасибо.